Для которых все впервые, и День знаний первый. Ну первоклассники, давай! Ну вот, ну вот, ну идите сюда. Вот такие у нас красавцы первоклассники, да? Ребята, как вы думаете, это хорошо, что вы присаживаете на место, да? Это хорошо прийти в школу. Зачем мы приходим в школу? Чтобы учиться, да? Чтобы много знать. Но и самым главным помощником становится, что для нас в учебе, ребят? Все вместе, давайте скажем, книги, да? Книги нам помогают в нашей учебе. Ну вот мы с Ольгой Демокриевной не забываемся, что вы читаете книги. Читаете или нет? Читаете. И вот сейчас мы проведем такую легкую литературную разминку с ними. Ребята, что потерял Ослик И, А, И, А? Только не хором. А, хором, да. Ну давайте хором. Хлот. Хлот. Путешествовала в изумрудный город. С... Пожалуйста, раз. С железным здравоохранением. Молодец. Еще. Маша. Молодец, девочки. Кристина. Молодец. С кем еще? Ваня с кем путешествовала? С твоим пёсиком. А пёсиком как звали? Татошка. Правильно. Ну, молодцы. А как звали девочку, которую в коробе унес медведь? Маша. Маша. Правильно. Ой, а вот такая прикольная бабушка, которая на чём-то летает. На чём она летает? Баба Екат. Баба Екат. А на чём летает? На Ледяное. Молодцы. А как звали девочку, растопившую ледяное сердце? Церенную. Как звали девочку? Керда. Церенную. Керда, молодец. Ну, не Керда. Керда сказал, да? Ребята, а кто снял золотое яичко? Ой, какой халявый. Кто это знает? Конечно, первый класс. Какие молодцы. А теперь сложный вопрос. Назовите мне имя вожака стаи, в которую попшёл Маугли. Шабахан. Маугли. 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 В которую, послушайте, назовите мне имя вожака стаи, в которую попал Маугли. Да. Кристина. Агела. Агела. Агела, правильно. А кто ж у нас был такой Шархан-то? Шархан-то. Шархан был Игорь, главный враг Маугли был. Ой, а как я хочу услышать эти шаги, а что кричал петушок, сидя на спице? А, который мы попали. И на какой спице, в какой сказке? А сейчас мы проверим. Максим, Максим, что же кричал он? Дима. Так, пятый С класс. Ну что, не садику-корику, что ли, царство идёшь на бабушку? Здрасте. Я и садику хочу. А теперь послушайте внимательно. Дима и Ваня. Дима и Ваня. Ваня, иди к вам. Так, первый класс. Посмотрели сюда. Все смотрят сюда и отгадывают. Пятый класс. Это сказки, слова. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах до раздутых парусов. Сказку надо назвать полностью. Так, так, так. И дальше какой назвать? Сказка о царе Салтане, его сыне Гридоне. Дальше. Говори. Гридоне. Это ты, Салтане, Салтане, Санкт-Петербург. Гридоне. 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 Сыне. Молодца. Гридоне Салтановича, да? Ну, молодцы. Знают полное предназначение. А, ребята, а к кому обращался за помощью Королевич Нелисей? Такой красавец. Марина. Королевич Нелисей обращался к Солнцу, Метицин и Петру. Умница. Молодцы, ребята. Кто самый лучший в мире фантазер и сладковешка? Карлсов. Карлсов. И большой друг кого? Малыша. Молодцы. Ребят, вы показали очень хорошие знания. Все знают, читают книги математизм. Я очень рада, потому что ходят в библиотеку, в основном отвечали на вопросы у нас в пятой классе, вот, потому что любят библиотеку, да? Ребята, и вы первый, второй класс обязательно будете отвечать на все вопросы Викторины, если полюбите книгу. А сейчас мы еще с вами поиграем, ведь в библиотеке не только читают книги, но умеют еще что делать, и играть, и веселиться, и песни слушать, да? Может быть, мы... А, вот точно, Елена Валентина. А, стихи кто-нибудь знает? Вот, Марина, я думаю. Вариночка, только вставать надо, да? С места. Прошу, Марина, разно расскажетесь, когда я не с места. Марин. Ребята, все слушаем. В моем шкафу теснится Том, и каждый Том на полке, словно дом, обложку дверь откроешь не спеша. Второй класс! И ты вошел, и ты уже в гостях, как в переулок каждый книжный ряд, и весь мешкар в чудесах мира. Улечка, давай, дорогая, вставай. Почему сегодня Петя просыпался десять раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Вот это не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой курке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной, было только три часа. Он ужасно испугался, что у ракурс на числе. Ой, какая у них вся улечка один из классов. Ну вот, вот хочет гневить, да. А он в каких-то техниках, там вот там. Нет, мы уже слушали. Нет, мы уже слушали. Пожалуйста, пошел, как там. Да, Машенька, да, вставай, дорогой. Есть точно тело, из-за сна, у него, да, Торо, Ольяны. Дедя, Петра и Семен, а ну сейчас. Дедя, Петра и Семен, а ну сейчас. Дедя, Петра и Семен, а ну сейчас. А ну сейчас, а ну сейчас. Она не может быть. Я попадаю? Я про плюшку? Я вообще плюшку. А теперь скажи мне, пожалуйста, отрывок из стихотворения, ты прочитал. А это все, что я говорю, автор, сейчас Будин. Будин, Иван Будин, молодец. Как тут это мурка не машет? Кто? Давай, стихотворение расскажи, пожалуйста. Мальчики, на самом деле, надо вести себя хорошо, правильно? Второй класс, как вы не знаете стихотворения? Ой, а второй класс, ждем ребятки. Мы уже упором начали стихотворение расслабить. Вчера учили, ребята? Ну мы вам поможем, если что. Давайте, кто самый смелый у нас? Катя, Катя, до свидания, Катя, я тебя люблю, но теперь нам посвятая, другим ветер одарю. Верни, мне купили крестик, коров мне пола идти. Ты, два, три, два, три, два, три. Тебя люблю, но теперь нам... Ну ты умница, какая ты молдовая. Молодец. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот хочу себя садом по горе бедой. Вот вернули самки, и я на бок хво, кубарем качусь я под гору сугроб. Ты, два, три, 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 три. Нет, что в городе горе, а я так снял. Ой, какие молодцы, дружные, какие. Я напомнил, что скоро придет зима, будем кататься с горок. Да, все холодно. Но вначале учиться и читать книги будем, правильно? А у меня семна фиточка, и каприал уриден. Это здорово, ребята. У меня можно играть и зимой. Да, ребятки, ну а давайте мы с вами поиграем в игру. Вы любите играть вообще? Любите, да? Давайте поиграем. Небольшая такая у нас разминка правила. Да, нет, будем говорить. Мы вам будем задавать вопрос, а вы нам будете говорить. Да и нет. Что любят книжки? Обложку. Да. Грязные руки. Нет. Закладку. Да. Дождик, снег и ветер. Нет. Бережные отношения. Да. Ласка и тепло. Да. Газировку, чай. Нет. Чистые руки. Да. Драться кишками. Нет. А валяться на полу с ними. Нет. Жить на книжной полке. Нет. Нет. А книжки должны жить. Где живут книжки? Книжки где живут? А книжная полка. Значит, да. Ребята, а ювознательных читателей книги любят? Да. Конечно. И они ждут таких ребят замечательных. Вместе с книгой приходят в наш дом, что любимые сказочные герои. В одиночестве, в покое гримлят книжные герои. На страницах книг проют. Пробудите их в жизни. Что им маяться от скуки? Все герои любят трус. Вам, друзей, книги в руки. Пусть герои оживут. А любим мы очень добрых героев. Ведь не даром в сказках добро побеждает зло. И вот сейчас мы с вами послушаем песенку о добре. Кто знает, откуда эта песня, ребят? С какого мультфильма? Марин. Марин. Я ж только сказала. А вас подойдет. Маленький. Маленький. Мы сегодня выстрелим, а лишь условия. Да, света нет, ребят. У нас был более галон. Можно даже и ручки поднять немножко, да? Чуть зарядку поделать. Вот молодцы, вот молодцы, да? Вот. Паша, Паша, молодец, тебя я вижу. Парнишь? Вот вижу, наконец. Молодцы, малый подарок. Ребята, а как вы думаете, для чего эта песенка наша прозвучала? И мы немножко даже руками с вами покачали. Дорогой добра идти. А вы, ребята, любите делать добро? Да. А кто из вас в последнее время сделал что-то доброе, а? А вот молодец, вот Татьяна Штурочка, что ты доброго сделала? Я сделала в школе, я сделала доброе. Доброе дело? Это какое? Лера. Марида, наверное, там с Марины. Лера, Лерочка, давай. Я поразовала маму, что я сделала все домашнее. Молодец. Ваня, какое доброе дело? А можно доброе? Ну, потом скажешь, что в доме. А, что в доме? Молодец, помогаешь маме. Прополисосим. Да, это доброе дело. Чтобы помочь маме, это доброе дело. Ребята, а как вы думаете, делать добрые дела, это хорошо или просто? Хорошо. Хорошо. Давайте хором скажем, да? Хорошо. Сейчас опустили ручки. Ребята, так на самом деле делать добрые дела, это быть, значит, благотворителем. Вот такое вот замечательное слово. И сегодня у нас в гостях замечательная компания РусГидро, которая сделает нам благотворительный подарок. Я хочу вам представить Карину Токмакову, представителя компании РусГидро. Здравствуйте, дорогие детишки, здравствуйте, уважаемые взрослые, учителя ваши, библиотекари. Я очень рада вас всех видеть и рада сделать вам небольшие подарки. Сегодня компания РусГидро, это такая большая-большая компания, у которой очень много гидроэлектростанций. Вы знаете, что такое гидроэлектростанции? Да. Что это такое? Это оттуда, которая создает свет в ТОП. Конечно, молодец. Вы знаете, что вы приходите домой, вы что сразу делаете? Включаете свет, да? Включаете компьютер, телефон надо вам зайти. Зайти в темную комнату, свет включаете. А откуда свет берется? Вот его надо вырабатывать, да? Из розетки. Я знаю, что точно есть, что же в розетке. А вот как он попадает в розетку? По проводам. А в провод он откуда берется? Вот куда, как он высыпает в провод? Нужно, чтобы его где-то выработали. А для того, чтобы выработать ток, нужно или что-то сжечь, да? Да, надо, чтобы шглось. Скрутилась турбина и получался ток. А можно воду пропустить через вот такое колесо? Да. Да, колесо будет крутиться и получится электрическая энергия. Так вот, в компании Росгидро, которая вам сегодня подарит книжки, очень много таких станций, которые за счет воды производят электрическую энергию, которая приходит в ваши дома и делает вашу жизнь светлее. Вот. И сегодня мы дарим вам книжки, не только вам, но и другим детишкам, которые находятся в городе Голжске, в Саратове, в Нижнем Новгороде, в Абакане, в Саиногорске, в Зее, в Благовещенске. Много-много девчонок и мальчишек получат книжки. А что это за книжки? Вам сейчас расскажут ваши преподаватели. Мы, ребята, замечательная компания Росгидро дарит вот такие книжки. Книжки – это набор из трех книг, но книги удивительные. Чем же они удивительные? Вот здесь написано, кто прочитает, что здесь написано, кто видит? Волшебный карандаш. Волшебный карандаш, да? Уже само название говорит за себя. В чем его волшебство? Ребята, вот здесь расположен вот такой замечательный прибор. Он, конечно, называется карандашом. На самом деле это вот такой вот приборчик замечательный. Сейчас я вам его покажу. Вот, его очень легко. Мальчики, интересно, я думаю, да? Вот, его замечательно взять в руку, включить, отрегулировать громкость, чтобы никому не мешать, или наоборот, чтобы послушал ли брат или сестра, и с помощью зарядки зарядить его. Есть наушники здесь замечательные. Можно заниматься. И вот этим волшебным карандашом, открыв книгу на определенных страницах, можно, да, поднести вот так к тексту, и текст прозвучит для вас. Да, ребята? Книги яркие, красивые. Книги о цирке? Ребята, кто был в цирке? Кто любит цирки? Все были в цирке. Какое замечательное совпадение и книги о цирке. И еще можно научиться, что считать. Каждая страничка пронумерована и звучит с помощью волшебного карандаша. И сегодня вот любезная компания Росгидро предоставляет каждому такую книжку. Это специально книжечки все для вас. Мы их все сейчас кладем в набор вот так. Ну, сейчас мы, знаете, как сделаем? Мы начнем, можем с задних рядов, чтобы потом не толкаться. Хорошо. И наши... С задних рядов? Это... Я самой больную. Мне кажется... Кадемки, я даю. Кадемки, я даю. Пятый лес начинает выходить. Пятый лес начинает выходить. Пятый лес начинает выходить. Пятый лес, я даю. И сразу ко мне выходить. Ребят, оставайтесь на местах, пожалуйста. Всем одинаковые наборы. Деньги особенные. Удачного чтения. Мы никого не забудем. Ребята, это не Гири. Дима, присаживайся. А потому что... Мы просто сейчас мы до нас собираемся. Девочки, передавайте, пожалуйста. Всем доставите, не переживайте. Аккуратно, ребята. Анжу дешевле. Дима, дорогая, тебе за добрые дела. Дима, дорогая, тебе за добрые дела. Дима, дорогая, тебе за добрые дела. Могу же не пропитывать? Вот, как они умерли? Ольга, Дима, перина. Мальчики, пока не раскрываем. Дорогие учителя, если ребята не могут по какой-то причине сегодня прийти, мы дадим экземпляры книг. Вот если кто-то болеет или кого-то нет, вы скажите, пожалуйста. Все на них? Одного? Еще один набор мы передаем учителям. Ребята, вам понравились книжки? Да! А скажите мне, пожалуйста, а как вам понравились книжки? Давайте мы похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчики и девочки, давайте мы вам желаем вашего чтения. И чтобы вы переходили в препятствию. Хорошо? Хорошо? Спасибо. Продолжение следует...